Пенсионная индексация Обещание правительства повысить пенсию с 1 февраля 2017 года Вы уже получили какие-то распоряжения на этот счет? На сегодняшний момент, то есть на момент нашей встречи У нас уже готовы все выплатные документы В повышенном размере в соответствии с законодательством Тех видов социальных выплат, которые мы должны производить уже после произведенной индексации В этом году с 1 февраля 2017 года страховые пенсии увеличились на 5,4% То есть сегодня мы можем сказать, что 34 тысячи, чуть больше 34 тысячи получателей страховых пенсий Портимовскому городскому округу и Шкотовскому району Уже в феврале месяце получат пенсию в повышенном размере Увеличение произошло незначительное, в среднем на 461 рубль Если средний размер пенсии был чуть больше 12 500, стал 12 952 рубля Это средний размер страховой пенсии Одна момента с увеличением страховой пенсии, то есть проведенной индексации Была проведена на сегодняшний момент И индексация на 5,4% ежемесячных денежных выплат инвалидам То есть так называемое ЕДВ То же самое на 5,4% То есть если инвалид первой группы Сумма у него ежемесячных денежных выплат была до 1 февраля 2017 года 2362 рубля, то станет 2489 рублей Незначительное, но повышение есть На те же самые 5,4% Хочу еще добавить, что проиндексирован и набор социальных услуг Входящий в социальные выплаты для инвалидов и определенной категории граждан Которые его получают То есть если стоимость набора социальных услуг была 995 рублей Стала чуть больше тысячи Поэтому также на 5,4% То есть получатели всех видов социальных выплат Я имею ввиду через органы пенсионного фонда Должны знать, что с 1 февраля 2017 года У нас на 5,4% увеличились страховые пенсии И на 5,4% ежемесячные денежные выплаты И набор социальных услуг Даже с учетом нынешней компенсации Размеры некоторых пенсий, некоторых категорий получателей пенсий Не дотягивают до прожиточного минимума Мы говорим с вами о страховых пенсиях Которых средний размер, которых я назвала Тот размер страховых пенсий, который не дотягивает до прожиточного минимума Даже после индексации, таких небольшое количество Они получают доплату В этом году она региональная, не федеральная В честь департамента социальной защиты населения До прожиточного минимума А работающие пенсионеры, они получат индексацию? В соответствии с законодательством Мы индексируем пенсии всем И работающим, и неработающим пенсионерам Только к выплате идет сумма без индексации То есть в повышенном размере получатели страховых пенсий Получат только неработающие Работающие пенсионеры в том случае, если они прекратят работать Они получат после того, как работодатель Сдаст за них сведения о том, что они прекратили работу Далее сведения эти ложатся, загружаются Дается один месяц для принятия решения И соответственно, после проведенных определенных процедур У нас пенсионер начнет получать пенсию С учетом всех индексаций Ну, грубо говоря, увольняется на сегодняшний момент Человек в январе месяце И в мае месяце он уже получит пенсию в том размере Которому она должна была быть ему выплачена С учетом 5,4% И с учетом прошлогодней индексации 1,4% То есть, это уже после увольнения А вот работающий пенсионер, после того, как он уволится с работы Он должен к вам обращаться за перерасчетом пенсии? Нет, дело в том, что мы уже неоднократно об этом говорим Что все перерасчеты, даже с учетом индексации Работающим пенсионерам Они производятся сегодня беззаявительно То есть, если человек оставляет работу Мы в автоматическом режиме Возвращаемся ему к увеличению пенсии С учетом индексации Только после того, как работодатель сдает на него отчетность Как на неработающего Никому к нам обращаться не надо Даже если он придет и принесет нам трудовую книжку С печатью о том, что он уволился Или принесет расторгнутый договор Мы все равно будем ждать Пока работодатель не отчитается за него Как неработающий И его обращение будет носить только информационный характер Поэтому обращаться к нам По этому вопросу нет никакой необходимости По мнению некоторых моих коллег Прошлогодняя индексация Была произведена в таком оригинальном виде Оригинальным способом То есть, 5 тысяч по прошествии года А все ли пенсионеры получили Вот эти компенсационные выплаты? Ну, 5 тысяч это не индексация Которая на сегодняшний момент проводилась Замена индексации Дело в том, что по прошлому году Ожидалось, что индексация будет проводиться дважды Но, к сожалению, на сегодняшний момент С учетом экономической ситуации Индексация была Проводилась только в феврале месяце В страховых видах пенсии Поэтому правительством было Принято решение Произвести единовременную выплату Для всех пенсионеров Которые являлись получателем пенсии На 31 декабря 2016 года В размере 5 тысяч рублей На сегодняшний момент Основная масса пенсионеров По городу Артему получила данные выплаты За исключением чуть больше 500 человек А точнее 521 человек У нас произошли возвраты По разным причинам Это возвраты Значит, у кого-то счет был закрыт Кого-то дома не оказалось И люди на почте не получили Все эти люди получили единовременную сумму В размере 5 тысяч рублей В феврале месяце То есть доставочные документы Будет также внесена строка Единовременная выплата И будет произведена она по графику Когда человек получает пенсии дома Или же по банку На дату получения в банке Все, то есть здесь вопросов вообще никаких нет Ну, добровольно никто не отказался Ну, во всяком случае А кто же откажется, да? Такой информации нет Вот сейчас мы с вами проговорили О страховых пенсиях А есть у нас еще так называемые Получатели государственных Социальных пенсий Поэтому социальные пенсии Все госпенсии Они будут проиндексированы С 1 апреля На какой процент Это будет известно После принятия постановления Правительства Российской Федерации Это будет известно Накануне проведения индексации Поэтому получателям Социальных пенсий У них увеличение произойдет чуть позже Материнский капитал Он тоже будет проиндексирован в этом году? Что касается Средств материнского семейного капитала То на сегодняшний момент Было принято решение О том, что индексироваться Данные суммы не будут Не в этом году И скорее в последующем году Во всяком случае Сумма материнского семейного капитала На сегодняшний момент Составляет чуть больше 453 тысяч И индексации Подвергаться не в этом году не будет Планируется ли в этом году Еще раз индексировать пенсии пенсионерам? На сегодняшний момент Помимо того, что я сказала Что индексация социальных пенсий Будет проведена с 1 апреля Будет проведен перерасчет Работающим пенсионерам В августе текущего года То есть те люди, которые работают Из-за которых работодатели Числяют взносы Их получатели пенсии Их пенсии будут подвергнуты увеличению С 1 апреля работающим Извините, с 1 августа 2017 года С учетом балльной системы Которая у нас На сегодняшний момент Не существует сегодня Это по законодательству Увеличение не более чем на 3 балла Стоимость балла на сегодняшний момент По сравнению с прошлым годом Чуть увеличилась Если в прошлом году Это было чуть больше 74 рублей Стоимость одного балла В этом году 78,28 Стоимость одного пенсионного балла Поэтому будут ли увеличиваться еще страховые пенсии Как бы второй или какой-то еще этап Пока таких разговоров нет То есть самое ближайшее увеличение Это социальные пенсии С 1 апреля 2017 года И корректировка Увеличение перерасчета Работающим пенсионерам С 1 августа 2017 года Я полагаю, что все будет зависеть От экономической ситуации в стране Безусловно, если будет принято Постановление правительства О каких-то еще изменениях В рамках социальных выплат Конечно, они будут исполнены В те сроки, которые будут указаны правительством Уважаемые телезрители, пенсионеры Теперь о своих пенсиях и доплатах Вы знаете все Ну или почти все Это была Любовь Егорьевна Косенко Начальник управления пенсионного фонда По городу Артему И Шкотовскому району Я с вами прощаюсь Всего доброго, до свидания И до новых встреч в эфире